МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Радио Крымреалии, у микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, слушать нас вы можете на 105,9 FM круглосуточно, а крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. Итак, когда-то Международная конференция Ялтинская европейская стратегия, или сокращенно ЕС, проходила в знаменитом Ливадийском дворце на южном берегу Крыма. После аннексии в 2014 году она впервые прошла в Киеве, сохранив при этом старое название. Многие политики и журналисты даже до сих пор продолжают называть ее между собой просто Ялтой. В прошедшую пятницу и субботу эта конференция состоялась уже в 15-й раз. Давайте попытаемся сегодня поговорить о том, как прижилась в Киеве Ялтинская конференция ЕС, помогает ли проведение этого мероприятия до оккупации Крыма, и почему некоторые украинские политики бойкотируют это мероприятие. Все это мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. Не обошлось на этой конференции само собой без обсуждения аннексии Крыма и российской агрессии на востоке Украины, и в частности противостояния России и Украины. Поэтому прежде чем мы перейдем к обсуждению этой конференции, я предлагаю послушать фрагмент выступления на ней президента Украины Петра Порошенко. Украины впервые собрались в Ялте, мы все еще блукали лабиринтами багатовекторности. А нашу европейскую и евроатлантичную перспективу, здатні цю перспективу были бачить лишь очень-очень далекозорие и очень оптимистичные стратегии. Якою была тема первой встречи Ялты? Новые кордоны Европейского Союза. Тоді, 2004-го, Европейский Союз щойно сбільшился на 10 членов Польши под керевництвом пана Александра Квасневского, президента Польши. 8 из всех стран, это страны бывшего Радянского Блока, и на тот момент уже произошло расширение и НАТО, до которого объединялись народы Балтии, народы Центральной Европы. А мы, украинцы, тим векном возможностей не использовали себя, на жаль. А на том, в 2003-м, мы получили очень тревожный звонок из Тузлы. Утримали, но не слышали. Не слышали, но слышали все негативные результаты, о которых Виктор сказал. Один из них, этот негативный результат, это то, что Ялтинский форум, Ялтинскую конференцию мы проводим не в Ялте, а в Киеве. Но твердо верим, что Next Year in Ялта. С уверенностью и надея, что на певденний берег Криму мы с вами обовязково повернемся. И наиболее, особенно после того, как были продемонстрированы эти кадры, мне врезался в память форум 2013-го года. И это не только дискуссия с Глазьевым, как символом русского мира. Потому что мы отчайдушно тогда боролися за подписание Угоди про Ассоциацию. Мы буквально на Аркані тягнули Януковича до Вільнюса, не уявляючи, насколько он мощно связан с московскими мотузками. Мы до последнего не втрачали веру, не понимали, что это было невозможно. Мы не смогли тоди запобегти найгіршому сценарию. А навязано Украине по заблоковість с точки зору забезпечення національної безпеки виявилось з нарядцем ще більш нікчемним, ніж преснопамятний Будапештський меморандум. Итак, это была часть выступления украинского президента Петра Порошенко на Ялтинской европейской стратегии, которая прошла в Киеве в прошедшую пятницу и субботу. С нами на связи Виктор Таран, глава Центра политических студий и аналитики Эйдос. Виктор, здравствуйте. Виталий Вас. Благодарю, что связались с нами. Вот, в принципе, из речи Порошенко понятно, что Ялтинская конференция вот за время своего существования, это было таким зеркалом основных политических дискуссий, которые происходят в украинском, прежде всего, обществе. О том, условно говоря, в 2013 году речь шла о том, куда идти еще, Европу или ближе к России, в таможенный союз. Сейчас какие проблемы вот это зеркало показывает для украинского общества, для украинской политики? Когда ялтинская стратегия, предупреждалось, что это будет майданчик, на котором будут обговориться в первую очередь святовые проблемы, святовые тренды, то есть святые выкладки, и как они будут, как Украина будет вплетена в святовый контекст. Например, в минулой России говорили про популяризм, который наступает, про кризис популяризм, каким чином бороться, и снова про кризис популяризм в Украине. И в этом году говорили про выклики будущего в экономике, в политике, в медицине, в информационных технологиях, в святе по-справде. И вот, в основном, готова Украина для этих выкликов, и была спрямована, скажите так, основная тревогая линяя всей конференции. И могу вам сказать, что, судячи по выступам и по теме, которые давали в первую очередь украинские политики, могу сказать, что, на жаль, Украина не готова до большинства исключений, и Украина живет поза святовым контекстом. Мы занадто сильно сконцентровались на своих проблемах, и почему-то решили, что весь мир мое жить с украинскими проблемами. Так у нас, да, звичайно, мир пометает наши проблемы, но, поверьте, что сейчас у них есть очень много важных вопросов. Это вопрос, что делать с беженцами, что делать с засыпающим штучным интеллектом, то, что делать с святом по-справде, то, что делать с межнародной институцией, межнародная демократия не значит, что делать. Как сказали одни из предоставников Google, они сказали, что мы понимаем, что в святе в ближайшее время продолжатся информационные войны, и то, что в Украине будет в 19-м году, в информационных войнах на выборах, потом вдарит по всему выборчим кампаням с 2050-го года. То есть, Украина стала таким полигоном, на котором, на жаль, самые негативные тренды с святовидами, то, что касается позитивных трендов. Виктор, скажите, пожалуйста, а вот этот весь этот глобальный контекст, который, с ума собой, поражает многих людей своей масштабностью, но не приводит ли это к тому, что некоторые такие достаточно важные для Украины проблемы, и очевидные, особенно если мы говорим о названии конференции, ялтинская европейская стратегия, и, в частности, аннексия Крыма, они оказываются в результате недопредставленными, недообсужденными. Ну, смотрите, ялтинская европейская стратегия, вона не перед... Навіть в том, что... В слове ялтинская, да, это не означает, что конференция должна быть присвящена Крыма, вы бы что-то сказать. О Крым говорили, например, Курет Волкер сказал прекрасную фразу. Я так майже процветую, майже по памятни. Вон сказал, что мы должны понимать, что повернуть, ну, там, в том числе, у них проблемы на Сходе и в Крыму, может, благодаря тому, что Украина стала сильной, сильной військовой, потужной. И я сказал, мажем, словно, Украина за последние несколько лет разместила армію и разместила ее как институцию, и теперь Америка готова надавать комплексную поддержку в разных сферах. И мы готовы до ширшой дискуссии на присвященную армию. Мне кажется, это правильный посиль, который свидетельствует о том, что мы разместимы страну, разместимы армию, а отже, приближаемся к повернению Крыму. Так же мы говорили в контексте других моментов, потому что мы так же говорили про разместление украинской экономики, и так же представники, когда мы разговаривали, каким образом мы можем, чтобы Украина стала цікавой для света, экономичной, каким образом. Они сказали, что вы должны стать, вы пишете, за банальность прикладом для всех других стран. Они сказали, что вам нужно правильный рынок, для этого вам нужно визженый рынок, включающий рынок земли, для этого нужно проделать корупцию. И тогда придут инвестиции, вы станете коррабливейшими, и это так же будет стимулировать людей из оккупованных территорий, по-индругому, дивиться на Украину и порагать сюда повернуться. То есть тема и Крыма, и Донбасса, она была, но она была спизна через призму изменения Украины. Но что касается контекста, что готовы света лидеры бороться самостоятельно, без Украины, они не готовы. Они очень прагматично говорят, что вы должны стать с ними, и мы вам не поможем. Спасибо вам огромнейшее за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был Виктор Таран, глава Центра политических студий и аналитики Эйдос. Мы говорили о его впечатлениях от европейской и ялтинской стратегии, конференция, которая прошла в пятницу и субботу в Киеве. Ранее, напомню, эта конференция проходила в Ливадийском дворце. Однако Крыму была посвящена не только вот эти сквозные, скажем так, дискуссии, сквозные упоминания. Была и отдельная платформа консультации по восстановлению территориальной ценности. В том числе обсуждалось восстановление территориальной ценности Украины на основе Будапештского меморандума. Это была крымская панель на ЕС. Среди участников был Рифат Чубара, глава Меджлиса крымско-татарского народа, профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чалл Скупчин, Сергей Петухов, заместитель министра юстиции Украины, другие политики и общественные деятели. И вот, собственно, они обсуждали, как удержать Крым в мировой повестке дня, какие шаги можно ожидать мировых лидеров, которые поддерживают Крымскую декларацию, и как Украина может восстановить контроль над аннексированным полуостровом. Я предлагаю послушать некоторые тезисы из этой встречи, которые мы записали для вас. Тема ценно-панельной дискуссии звучала как декларация про невизнание США, декларація Державного департамента, про невизнание окупации и что дальше? Я хотел бы начать с того, что окупация Крыма сталася в 2014 году невипадково и не является частью суто-украинского порядка денного и тих подій, которые происходили в Киеве. Это, очевидно, стал одним из следующих кроков агрессии РФ против окружающих государств, начиная с Приднестровья, далее Грузии, Крыма и потом Донбасса. Единственное, почему это не поширилось на балтийские края, это потому что они уже на тот момент были членами, членами НАТО. И, соответственно, каждый следующий кроков, это произошло, потому что международная сообщества не давала належной оценки против действий Росии во время последнего крока. Приднестровье было не решено, после Грузии никаких реальных кроков против действий Росии не произошло. Крым так же, на жаль, прошел очень быстро, поэтому произошел Донбасс. На Донбассе Украина остановила Росию, поэтому Росия дальше не пошла. Увага час от часа втрачается, переключается на другие события на святой арене, на другие трагедии, которые происходят в мире довольно часто последними годами. И поэтому нужна постоянная работа для того, чтобы информировать, доводить до відома наших партнеров, доводить до відома международных организаторов информацию про то, что на самом деле происходит в Крыму. Другий направление – это работа с доведением необходимости до страны, мира, международных организаций, до наших партнеров необходимости против действий российской оккупации. Суды я включаю проблематику санкций, суды я включаю и те заходы, которые мы просим наших партнеров, мы просим международные организации сделать на дипломатическом и политическом направлениях. И эта работа приносит свои результаты. Мы хотели бы больше, чтобы санкции погиблились, чтобы они расширились на новой галузе экономики РФ. Однако на сегодняшний день мы имеем тот уровень санкций, который есть. Мы, касаемо Крыма, находимся в тупике. Каждая сторона имеет свою позицию и не хочет делать никакие поступки. Это касается Европы, Америки, России и Украины. И самих кримчан. И мы хотим, в принципе, говорить о том, как все ситуации должны наглодать и поссорить эти санкции. Итак, вот это был набор цитат с крымской панели на конференции «Гялтинская европейская стратегия». Обсуждался в том числе и Крым. Даже была специализированная панель, как мы видим. Но, однако, выводы достаточно очевидны. Тупик и проблема исчезновения Крыма из информационной повестки в мировых СМИ и так далее. И вот сейчас с нами на связи Николай Капитоненко, политолог-международник, эксперт Института общественно-экономических исследований. Николай, здравствуйте. Доброе утро. Благодарю, что связались с нами. У меня к вам вот такой вот вопрос. Насколько, по вашему мнению, подобные конференции вообще способны как-то актуализировать проблему Крыма и помочь ее решению? Ну, вообще, в мире, я думаю, парочка есть ежегодных таких форумов, расстановка акцентов на которых действительно может повлиять до какой-то степени на повестку дня международной политики. Ялтинская стратегия к ним не относится. Вообще, форумы, которые в Украине, они имеют такое региональное значение и не сильно выступают площадкой для генерирования новых идей, скорее просто местом для встреч и иногда знакомств. То есть я бы не рассчитывал на то, что по результатам то ли ялтинской стратегии, то ли любого другого форума в Украине или в Восточной Европе будут найдены новые подходы и решения проблемы Крыма или вообще более широко проблемы региональной безопасности. Николай, скажите, пожалуйста, обсуждение Крыма в такой ситуации это просто дань, скажем так, хорошему тону, попытка показать, что, да, мол, мы не забыли, да? Давайте поговорим об этом. Ну, повестка дня формируется в зависимости от того, кто какие идеи хочет озвучить, еще раз к ним привлечь внимание, пролоббировать, людей по какой тематике собрать. Поэтому то, что тема Крыма появилась на конференции, ну, это логично, потому что для Украины Крым остается, по крайней мере, на декларативном уровне одним из главных приоритетов. Само мероприятие называется ялтинской стратегии еще несколько лет назад проводилось в Ялте, собственно. То есть не упомянуть здесь Крым было бы очень странно. Поэтому я думаю, что это логично, что его упомянули. Николай, скажите, а есть ли какая-то возможность поднять, условно говоря, уровень такого форума и сделать так, чтобы все-таки вопрос Крыма там зазвучал весомо, скажем так, для международного сообщества? Я скажу так, что поднять уровень форума всегда есть возможность. И для этого просто нужно брать больше денег. Больше денег, более влиятельные спикеры, более известные, более интересная повестка дня, ведущие, участники. То есть все это вопрос просто организации. А вот чтобы там как-то иначе зазвучала проблематика Крыма или любая другая проблематика, для этого, конечно, нужно, чтобы в этом были заинтересованы государства, региональные государства, просто великие государства, и так далее. И то, что касается Крыма, то здесь, конечно, сложная ситуация. Тем, что похоже, что сложившийся вот на сегодняшний день статус кого, более-менее всех устраивает. Россия попала в своеобразную ловушку в Крыму, которую она, видимо, не могла избежать. Просто так Россия своей территории не отдает. И всем понятно, что эта ситуация надолго. Соединенные Штаты, Европа свою позицию заявили, они не признают аннексию, и готовы ее не признавать сколько угодно долго, держать Россию на этом крючке. А Украина самостоятельно, конечно, проблему возврата Крыма решить не может. То есть здесь можно, конечно, критиковать наших властей за то, что у них нет адекватной или внятной какой-то стратегии. Но даже если бы она была, нужно понимать, что реализовать ее было бы очень сложно. Поэтому кто-то в этих условиях придумать новое будет, я думаю, в ближайшие годы проблематичной. Поэтому остается только держать эту проблему на повестке дня, чтобы они не забывали, и чтобы она продолжала оказывать какое-никакое давление на Кремль. Что ж, Николай, я благодарю вас за ваши ответы. С нами на связи был Николай Капитоненко, политолог-международник и эксперт Института общественно-экономических исследований. Коллеги говорят, что у нас есть звонок от слушателя. Я же просто напомню, перед тем, как мы послушаем мнение нашего слушателя, что если вам есть, что сказать по теме эфира, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Этот номер бесплатный для крымчан. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 311 18. Сейчас же я попрошу включить нашего слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда вы. Здравствуйте, меня Владимир зовут. Рекомендую, посмотрел конференцию, выступление Порошенко. Очень интересно было. Как говорится, Дьякула Чудил, там такие перлы были. Но Шарий там осветил, советую всем посмотреть. Очень интересно. Понятно. Что ж, к сожалению, не могу присоединиться к рекомендациям. Напомню, это было мнение одного из наших слушателей. И вы слушаете радио Кремляния. Мы говорим о конференции Ялтинская европейская стратегия, которая прошла на прошлой неделе в Киеве. У нас на связи буквально через минуту будет Анна Габко, народный депутат Украины и глава комитета Верховной Рады по иностранным делам. И я же хочу предложить нашим слушателям послушать еще одно важное заявление, которое прозвучало во время этой конференции. Через канал «Настоящее время» Святослав Вакарчук, украинский музыкант и, возможно, в ближайшем будущем украинский политик обратился к политузникам Кремля Олегу Сенцову и Владимиру Балуху, которые голодают больше ста дней. Давайте послушаем это обращение. Я очень уважаю людей, которые имеют свои принципы, которые держат их до конца. Я знаю, что они тот принцип, на который они пошли, он очень опасный для их жизни. И он очень болезненный для всех нас. Но насколько я уважаю этих людей, что я не могу обратиться к ним с другими словами, чем просто с словами поддержки будь-якой Киеви. Я отдаю им все свои силы, всю энергию, все свои молитвы, чтобы та дорога, на которую они стали, закончилась доброй, успешной и с хорошим финалом. Я уверен, что мы вместе поможем им прийти эту дорогу. Итак, это слова господина Вакарчука. С нами на связи Анна Габко сейчас, народный депутат Украины и глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам. Анна, здравствуйте. Доброго ранку. Благодарю, что связались. У меня к вам такой вот вопрос. Вы один из тех политиков украинских, один из тех общественных деятелей, которые в прошлом году бойкотировали конференцию ЕС. Скажите, пожалуйста, в этом году вы делали так же? И если да, то почему? Ну, насправді, я зробила перший заклик, що після революції гидності, тоді, коли загинула Небесна Сотня, тоді, коли Росія розпочала агресію проти України і тоді, коли українські олігархи, жоден з них, не зробив жодного висновку і жодного наміру про те, що треба насправді по-іншому будувати і ставитися до власної країни. І тому, очевидно, такі заходи, вони відтерміновують незворотність покарання, вони створюють ілюзію безкарності у тих донецьких учнів-поплічників Кучма і взагалі всього режиму. І тому, якщо говорити про принципи, які один з учасників щойно була цитата, то мені здається, що дуже важливо для багатьох кандидатів, президентів, політиків на своєму власному житті притримуватися цих принципів, а не говорити про них надихаючись іншими історіями. Тому що, якщо ми проаналізуємо Кучма, Янукович, його сім'я, Лазаренко, Кравченко і тодішній, як МВС, Медведчук, який був в нього розпорядником, Бакай, який встік в Росію, взагалі керівник Дусі за часів Кучма і так далі, Фірташ, Ахметов і багато інших олігархів, вони продовжують у різний спосіб. Фірташ досі присутній в схемах і уряд це цолерує газ. Ахметов, ми бачимо Роттердам плюс і зараз розкладає яйця в різні кошики. І тому, коли ми бачимо такі ярмарки не марнославства, а створення ілюзії, коли туди ходять люди, нове покоління, які стають лояльними до цієї системи, яку ми досі не змінили, то великих принципових рішень чи докорінних змін створити насправді дуже важко. І в мене запитання давно вже, як голови комітету, до уряду, до президента, чому ми не можемо створити альтернативну майданчик, площадку. Коли приїжджала президент Естонії, а в Естонії є конференція Ленарс Марі Конференс на честь президента першого Естонії. Чи не вже українці настільки бідні і в бюджеті немає коштів, щоб створити площадку, коли не олігарх вирішуватиме, який порядок денний, кого запрошуватиме, а ми під наші національні інтереси в сфері безпеки, зовнішньої політики будемо формувати і список запрошених. І це не будуть колишні в основному екси проаналізувати як журналіст рівень цьогорічний. Чи це не будуть просто, скажімо, якісь важливі речі для відмування іміджу, зокрема, родини Кучми і Пінчука. До Кучми є дуже багато. За створений Кучмі, за цю прихватизацію стратегічних об'єктів, за те, що олігархи дуже масово прийшли до влади. І навіть за те, що фонд Кучми знаходиться в приміщенні на Палипа Орлика, де колись знаходився, нагадаю вам просто, хто не пам'ятає, раніше там було консульське управління Міністерства закордонних справ. Але і те прихватизувала родина Кучми і там, де знаходиться їхній фонд. Тому мені здається, що після Революції Гідності суспільство заслужило чесної позиції принципових політиків. Інакше ми будемо ходити по замкленому колу. Ми будемо бачити чергову прихід до влади через революцію одних, потім буде режим Януковича, потім знову революція, революція гідності, уроки не зробили і ми знову говоримо про реванш, про те, що прийде Медведчук і прийдуть через проросійські телеканали, які гірше російських танків їздять по міськам людей і ми це дозволяємо. Тому в цьому болоті дуже важко зрозуміти, хто є хто і є така історична амнезія. Мені здається, в деяких нових політиків вони не пам'ятають, з ким вони зараз поруч сидять на одному майданчику і говорять про майбутнє, яке важко говорити про майбутнє, коли ти сидиш з людьми, які вкрали вже неодноразово нас майбутнє. А Анна, у нас буквально минути осталось, я хочу вас просто спросити о такому. Ну, от з однієї сторони, ваша позиція абсолютно логічна і викликає уваження, але з іншої сторони, фактично, Пінчук вже привез няке кількість пускай даже екс-политиків, але, тим не мене, достатньо влиятельних людей для мирової пов'єстки дня. Не стоїть ли всіх виспользоватись за діньки условно гайдого олігарха, попытатися все ж як-то продвинуть національні інтереси України? Или же все-таки негативна сторона перевішує дані ситуації? Більшість тих проплачених експертів, які приїжджають, вони потім будуть просувати болісні компроміси, про які Пінчук писав на сторінках Wall Street Journal. Не розумієте, за гроші хто платить, як то кажуть, хто замовляє музику, таку музику він не хоче чути. Тому не треба створювати собі і вам ілюзію, що не намагаєтеся, знаєте, не можна служити і Богу, і мамоні одночасно. Кесаріви кесаріви, а Богу Боже. І тому час, нарешті, вже не від олігархів залежати, а створювати свої незалежні платформи і там нав'язується свій порядок денний. А не тих в минулому році на смерть Гонгадзе. Згадайте, якого гулігудського актора привіз Пінчук. Стось запитався, про справи дарились, а де покарання для людей, які вбивали Гонгадзе? Я прошу прощення, просто винужден вас прервати, тому що нас осталось буквально 10 секунд ефіра. Це було Радіо Кримріалі і в студії з вами був Олександр Голубов. Ми слухали Анну Габко, народного депутата України. Услышимся!